Чем тяжелее и даже трагичнее складывается в стране обстановка с коронавирусом, тем воинственнее заявления украинских политиков. Далее наш традиционный пятничный дайджест новостей Украины, подготовленный по материалам тамошних СМИ. Владимир Зеленский вчера приехал на Донбасс. Заявленной целью поездки президента Украины было поддержать военных в момент обострения. В итоге вся страна увидела, как глава государства прохаживался по окопам в тот момент, когда перемирие уже фактически не действует. Видимо, обществу очень хотели продемонстрировать смелость главнокомандующего армии. Вот что говорят о поведении лидера страны некоторые СМИ. Такими ли должны быть действия президента, который обеспокоен обострившейся ситуацией на линии разграничения и хочет восстановить режим тишины? Более логично было бы, если бы Зеленский вчера провел личные переговоры с президентом России, который, кстати, давно обещал, и добился гарантии того, что на украинско-российской границе ничего не произойдет, пишет в частности украинское интернет-издание «Страна Юэй». К слову, второй день на Донбассе зе президент начал селфи на фоне разбитой войной Авдеевки. Прибалтийские страны поддержали последние инициативы украинского президента насчет вступления в НАТО как гарантии мира на Донбассе. Первой предложила предоставить Украине план действий по членству в НАТО Литва. Вчера к ней присоединилась Латвия. Видимо, окрыленные этими заявлениями депутаты «Слуги народа» составили повестку дня предстоящего внеочередного заседания парламента, в который включили законопроекты, необходимые для вступления страны в НАТО. Но «Слуги», похоже, не учитывают то, что хорошо для пропаганды, не имеет отношения к реальности. В данном случае реальность – это сделанные ранее заявления Белого дома и немецкого правительства. Вашингтон перекладывает ответственность за решение украинского вопроса на руководство НАТО, которое, в свою очередь, не примет его без учета мнения ведущих его членов. Германия, как один из таких, однозначно заявила, что никаких новых шагов по приближению Украины к альянсу не будет. На этой неделе Украина заняла первую строчку среди европейских государств по количеству суточного прироста заболеваемости коронавируса. Изо дня в день статистика выглядит все печальнее. Вчера в стране было выявлено почти 19,5 тысяч новых случаев, сегодня еще плюс 19 676 инфицированных. Наибольший прирост заболевших регистрируется в столице и Киевской области, а также Днепропетровской, Харьковской и Львовской. За минувшие сутки почти 5 тысяч украинцев были госпитализированы. Более 400 человек скончались. Общее число заболевших коронавирусом в стране с начала эпидемии уже превысило 1,8 миллиона. К слову, больных ковидом часто выписывают из стационаров, прежде чем они полностью выздоровеют. Таким образом, хотят быстрее освободить места в больницах. В выписках пациентов значится, что им требуется кислородная поддержка в домашних условиях. Сатурация, то есть уровень кислорода в крови у здорового человека не менее 95%. Украинцев же нередко выписывают, когда эта цифра меньше 90. При таких показателях человек задыхается. Приобрести кислородный концентратор – задача не из простых. Ценники – от 20 тысяч гривен. В итоге спасаются кто как может. Многие обращаются в благотворительные фонды с просьбой предоставить кислородные концентраторы во временное пользование на дому. В Украине уже есть и такая услуга. Красных регионов в стране уже 13. С сегодняшнего дня по решению государственной комиссии покраснели Хмельницкая и Запорожская области. На время строгих карантинных ограничений там тоже закрыли рынки и магазины, кроме продовольственных. Кафе теперь будут работать только на вынос. Ограничения также коснутся общественного транспорта. Автобусы и маршрутки будут курсировать в режиме спецперевозок. Школьники перешли на дистанционное обучение. На этом фоне самой громкой новостью дня стало вчерашнее заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что локдаун столицы может быть продлен до 10 мая. Обозначенный временной рубеж напоминает о прошлогодней ситуации, когда в мае карантин продлили только ради того, чтобы в День Победы не проводить никаких праздничных мероприятий. Впрочем, если статистика заболеваемости сохранится на нынешнем уровне, то продление локдауна станет мерой вынужденной. Тем временем в Украине продолжается кампания по вакцинации. Пока только индийским кавишилдам. За полтора месяца этим препаратом привились около 350 тысяч украинцев. Между тем, в среду Европейское агентство по лекарственным препаратам опубликовало отчет о тромбозе как одном из побочных эффектов введения вакцины Астразенека. По ее формуле в Индии делается и препарат кавишилд. Прививать граждан китайским коронаваком планируют после 10 апреля, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов. Вот только пока на складах хранится всего 215 тысяч доз этого препарата.